Александр Гаврилов Выстрел прозвучал для меня неожиданно, несмотря на то, что я ждал его. Неужто он увидел меня? Я тут же рыбкой нырнул на землю и откатился в сторону. Защита, конечно, должна выдержать. Не зря я целых три дня убил на доработку магического щита, в результате чего его теперь смело можно было отнести к третьему рангу. По сравнению с начальным первым рангом, разница была колоссальной. Если первый ранг выдерживал только два попадания револьверной пули неусиленной руной, то с третьим я и десяток попаданий переживу. Вроде. Но я не уверен. И проверять как-то не хочется, хоть преподы и не допустят летального исхода в учебном поединке. По крайней мере, не должны допустить. Так, а вот и противник, наконец, показался. Джейк кошачьим шагом передвигался по полигону с револьвером в одной руке и печатью Хаоса в другой. Судя по бордовому цвету печати, она была явно не ниже второго ранга. Плохо. Боюсь, моя защита и двух ее ударов не переживет. Слишком уж магия у нее специфичная. Против Хаоса все щиты плохо держат. И тут явно он присутствует, хотя обычно в учебе преподаватели данный вид магии и не одобряют. «Меня бы, наверное, за Хаос как минимум отчитали бы, а могли и вовсе выгнать. Но Джейку, думаю, и слова никто не скажет. Его отец владеет чуть ли не половиной нашего города. Попробуй, кто из учителей тронуть его сына. Моментально сами без работы останутся. «Так, а с защитой что там у него?» Я присмотрелся. «Ага! А вот тут он явно расслабился и не доработал. Всего лишь первого ранга. Видать, решил, что раз я только-только закончил первый курс, то и ничем серьезным я его, второкурсника, атаковать не смогу. Только револьвер. Первокурсников в первую очередь учат ставить магические щиты и заставляют лечебные заклинания отрабатывать. Атакующие магии только со второго курса начинают учить, когда студенты уже хоть что-то могут ей противопоставить. Да и, видимо, сработал еще тот фактор, что после первого курса очень большой процент студентов отсеивается, либо не выдержав нагрузок, либо завалив экзамены. А тут никак в моем прежнем мире. Никто не даст тебе возможность до посинения пересдавать экзамены. Разговор короткий. Завалил, сам виноват. Пошел вон отсюда. Освободи место следующему. Можешь в следующем году заново попробовать поступить и опять на первый курс. Соответственно, видимо, руководство весьма логично решило, что незачем выпускать в мир неподготовленных студентов, владеющих атакующими заклинаниями. Но тут ему не повезло. Хоть атакующими заклинаниями я никакими и не владел, но зато неплохо поднаторил в рунах, за что надо сказать спасибо мастеру Рэю. И сейчас в барабан моего револьвера были заряжены патроны, усиленные рунами арха и тахо, страдания и боли. А против этого щит первого ранга будет бесполезен. Да и второго, думаю, тоже не выдержал бы. Засада только в одном была. Подобраться к нему на револьверный выстрел. Чуйка у Джейка была просто потрясающая. На любое мое движение реагировал моментально, хоть и не видел меня. Он стрелял великолепно на малейший звук. Ему бы терпения побольше, и у меня ни шанса не было бы против него. Но он, видимо, устал ждать и решил, что и так со мной разберется. И в этом был мой единственный шанс. Естественно, я вовсе не собирался устраивать благородную дуэль глаза в глаза, а намеревался, как умный человек, прекрасно понимающий, что противник сильнее тебя, действовать из-под тяжка, из засады. Я затаился Леша за небольшим кустом, наблюдая за его приближением. И даже дыхание затаил. Ближе. Еще ближе. Пора. Тщательно прицелившись ему в грудь, я нажал на курок. От выстрела его откинуло метров на пять назад и еще столько же протащило по земле. Если бы не защита полигона, принявшая на себя основной урон, сто процентов летальный исход был бы. А так, он, скорее всего, пару переломов разве что получил. Прозвучала сирена, оповещающая об окончании поединка. И к Джейку тут же кинулись целители. Я немного задержался, пока не убедился, что с ним все в порядке, и прогулочным шагом направился к приемной комиссии. Испытание, думаю, я прошел. А вот на сколько баллов они оценят прохождение? По условиям испытания первокурсник должен продержаться против второкурсника двадцать минут. Я же вроде как перевыполнил план. Но вот как это оценит комиссия? Председатель комиссии Джереми Паттессон с брезгливым интересом смотрел на меня. Сам толстый, лысый, с маленькими свинячьими глазками, но на окружающих всегда смотрит, как на говно какое-то. Секретарь подала ему мое личное дело, и он, наконец, оторвал свой взгляд от меня и переключился на документы. Итак, что тут у нас? Брезгливым тоном начал он. Алан Фрост. Сирота. Восемнадцать лет. Теория в магии. Отлично. Алхимия. Отлично. Магическая защита. Отлично. Алгебра. Отлично. Химия. Отлично. Черчение. Хорошо. Он замолчал и задумчиво почесал свою толстую шею большим пальцем. Я же поморщился. Значит, черчение все-таки хорошо. Никогда мне оно не давалось. Ни в том мире, ни в этом. И долгое время я вообще не понимал, зачем оно включено в школьную программу обучения. Пока мастер Рэй не объяснил мне, что когда на втором курсе введут руны и артефакторику, без черчения будет никуда. А пока нам таким образом набивают руку. Собственно, мастер Рэй и начал меня потом учить рунам. И именно ему я и обязан тем, что сейчас прошел это испытание. Ведь прошел же. От волнения и жары я слегка вспотел даже. Так, дальше. Физическая подготовка. Отлично. Оружейное дело и стрельба. Хорошо. Допущен к прохождению итогового испытания по окончанию первого курса. — Коллеги, — обратился он к двум остальным членам комиссии. — У вас есть какие-то вопросы к экзаменуемому? Молодой парень, сам, видимо, только недавно выпустившийся из школы, отрицательно покачал головой. А вот второй экзаменатор, старик лет семидесяти на вид, обратился ко мне. — Молодой человек, а дайте-ка мне ваш револьвер посмотреть. Я молча протянул ему свою гордость. — Кольт Револвин Белт Пистол оф Навел Кенеба, 36-го калибра, более известный как Кольт Неви, считавшийся самым совершенным и красивым капсульным револьвером на текущий момент. Правда, у меня был уже не капсульный, а переделанный под унитарный патрон, который начали выпускать всего полгода назад. Так как я прекрасно знал, что за унитарным патроном будущее, то, как только их начали выпускать, сразу же и приобрел себе его, отдав за него почти все свои деньги, которые удалось к тому моменту накопить. Он сознанием дела стал его осматривать, открыл барабан, изучил патроны, которые его явно заинтересовали. — Скажите, молодой человек, а кто накладывал роны на патроны? Поинтересовался он. — Я. Не стал скрывать и скромничать я. — А кто вас этому научил? — Этого же нет в школьной программе. — Мастер Рэй. — Ну что ж, работа хорошая, добродная. У меня замечаний нет. Магический щит у вас, я обратил внимание, тоже очень любопытный. Пожалуй, я вам ставлю отлично. — Коллеги? — обратился он к остальным. Молодой человек промямлил что-то вроде того, что он согласен с коллегой. Свиноподобный председатель недовольно поморщился, но вопросов больше никаких задавать не стал и что-то вписал мне в личное дело. — Можете идти, — недовольно проворчал он. — Зайдите к директору. Он хотел вас видеть. — Благодарю. Я слегка обозначил поклон, забрал револьвер и пошел к школе. — Привет, красавица. Босс у себя? — подмигнул я Кэт, симпатичная секретарша директора, с шикарной грудью размера так третьего. — Заходи уже. Ждет давно. — Суха ответила она, не реагируя на комплимент. — Что ей до какого-то первокурсника? — Я раз пять уже пытался к ней подкатить. Но пока она была неприступна и холодна. Впрочем, по отношению не только ко мне, а ко всем учащимся школы мужского пола. Я даже подумал, не излюбительниц ли она молоденьких девушек, но, чуть подумав, откинул эту мысль. — Здесь не мой мир. За подобные увлечения тут можно было и за решетку угодить. Я постучался и зашел внутрь. Директор Томпсон был не один. Рядом с ним в кресле сидел мужчина лет тридцати пяти на вид, в элегантном и явно дорогом костюме. Высокий рост, гордая осанка, даже на вид крепкая фигура, чуть вытянутое лицо с волевым подбородком, тонкими губами и выразительными зелеными глазами. От него прямо за версту веяло несколькими поколениями благородных предков и харизмой. Такие, как он, определенно нравятся девушкам. Черт! Я тоже хотел бы выглядеть, как он. И почему я при переселении угодил не в него, а в это невыразительное и ничем не примечательное тело довольно среднего роста? Обидно, блин! Вот, мистер Хант, знакомьтесь, лучший студент первого курса, Аллен Фрост. Как мне только что доложили, сегодня успешно прошел итоговое испытание. И не просто прошел, а победил своего противника. А это всего лишь третий раз в истории нашей школы. Многозначительно поднял вверх указательный палец директор, как бы подчеркивая мою исключительность. Ох, чую, не к добру это. Меня тут что, продать собрались? — Любопытно. И как же вам это удалось, молодой человек, учитывая, что вас не учили атакующим заклинаниям на первом курсе? С легким интересом посмотрел тот на меня. Я молча протянул ему свой револьвер. Если разбирается, сам поймет. А не разбирается, то и объяснять незачем, только время тратить. Он сознанием дела повертел его в руках, открыл барабан, достал один патрон и внимательно его осмотрел. — Неплохо. Он вставил патрон обратно в барабан и протянул мне револьвер. — Руны сам накладывал? — Да. — Какие еще умеешь накладывать? — Орхот и Тенго. — Малое исцеление и укрепление здоровья и поиск сокрытого, значит. — Для первого курса просто отлично. — Хорошо. Он мне подходит. Обратился он к директору. — Замечательно! Директор улыбнулся и облегченно выдохнул. — Но пора уже и молодому человеку объяснить, что мы от него хотим. — Аллен, ты уже знаешь, наверное, что со второго курса у вас начинается практика. — Ну, разумеется, сэр. Я недоуменно пожал плечами. Это, видимо, был риторический вопрос. Практические занятия здесь имели ключевое значение. И со второго курса студенты отправлялись каждый год на четырехмесячную практику в разные концы страны. Те, у кого были деньги и связи, естественно, оставались в столице. Остальных распределение могло закинуть куда угодно. Блат и здесь рулит, короче. — Как ты смотришь на то, чтобы начать практику уже в этом году? — Я поясню. Не дожидаясь моего ответа, продолжил он. — Дело в том, что мистеру Ханту требуется личный помощник. Но обратился он к нам слишком поздно с этим вопросом. Все студенты уже распределены, и поменять назначение мы никому не можем. Мы предложили ему другой выход — взять себе лучшего студента первого курса, то есть тебя. — Что скажешь? Ожидающе посмотрел он на меня. — А что я тут могу сказать? — Вы мне, по существу, так ничего и не объяснили. Где будет проходить практика, какие условия прохождения, и как быть с тем, что я не успею к началу нового учебного года, — решил уточнить я, попутно оглядываясь в поисках стула. Надоело стоять столбом. Рядом с дверью я обнаружил стул для гостей. Внаглую, не спросив разрешения, передвинул его поближе и уселся. — Справедливо. Тогда слушай. — Мистера Ханта назначили новым шерифом иных дел в Вирджинию. На первое время ему требуется помощник, хоть немного разбирающийся в магическом искусстве. Через три месяца у одного из его знакомых заканчивается контракт. Он-то тебя и сменит. То есть практика у тебя будет не четыре, а три месяца. Пропустишь месяц занятий всего. Не страшно. С рунами, я так понял, в общих чертах ты знаком, с остальным поможем. Преподавателя я предупрежу. На время практики будешь получать двойную стипендию. А при успешном ее прохождении — весь год. Плюс будешь получать зарплату как помощник шерифа с надбавкой за особые условия службы. Ну как? Согласен. С надеждой спросил он, и, по-моему, даже дыхание задержал в ожидании моего ответа. Я задумался. С одной стороны, учитывая мое вечное безденежье, заманчивое предложение. Я и сам хотел найти подработку на лето. С другой — Вирджиния. Это все-таки дикий запад. А дикий запад — это настоящий рассадник различной нечисти. А магов там мало. Там, где добывается золото, всегда бушуют различные страсти и пороки. Подлость и смерть, что притягивает к себе нечистую силу, как магнитом. Если бы мне предложили поехать туда в одиночку, я бы ни минуты не раздумывал об этом, отказался бы сразу. Но ехать в качестве помощника мага — это уже другой расклад. И опыт опять же. Тем более, что я как раз ломал голову, как бы мне в отпуске денег заработать. И при этом, чтобы время на тренировке оставались. А тут два в одном получается. А риск? А где его сейчас нет? Вон, две недели назад даже в столице, говорят, демон объявился. Власти, правда, эту новость быстро замяли. Так что какой ценой его уничтожили, тайно за семью замками и десятью печатями. Хорошо, я согласен. Наконец решился я. На дорожные расходы, мне надеюсь, средства выделят? Безусловно! Просиял директор с облегчением, выдохнув. Подойди завтра утром к казначею. Я распоряжусь, чтобы он выделил тебе двести долларов. Спасибо, сэр. Интересно. Что ж такого ему интересно пообещал Хант? Из-за чего он так доволен моим согласием, что даже без возражений деньги выделяет. Причем очень даже неплохую сумму. У меня стипендия и то меньше. Сто двадцать долларов всего. Можешь идти, Аллан, махнул мне рукой в сторону двери директор. Нам с мистером Хантом еще надо кое-что обсудить. — Хорошо, — пожал я плечами. — Мистер Хант, когда и куда мне подойти? — Послезавтра в десять утра будь на вокзале, в зале ожидания. Билеты я уже взял. Имею запас продуктов с собой на два дня. Надо объяснять, что из вещей нужно взять с собой. Я отрицательно покачал головой. — Отлично. Тогда не задерживаю. Он встал и протянул мне руку. Я попрощался и вышел. Впереди предстояли недолгие сборы. Глава вторая. — Джейн, хватай Аллана и бегите отсюда. Я попробую его задержать. Доносится откуда-то крик отца. Я стою в коридоре в пижаме и с просонья пытаюсь понять, что происходит. Дом ходит ходуном, как при землетрясении. По потолку побежали ручейки пламени, и откуда-то сверху дома донесся дикий рев. Мне страшно. Очень страшно. Подбегает мама, хватает меня на руки и устремляется к окну. Напряженный отец, вытянув руки с ярко-синей печатью вперед, застыл у входа. По его застывшему в немой гримасе лицу стекает пот. От печати в сторону двери идет фиолетовая волна холода. Мама распахивает окно и выбрасывает меня наружу на клумбу, со второго этажа. Приземляюсь я неудачно. На одну ногу. Раздается хруст, оглушительным громом отозвавшийся у меня в ушах, и я ору от дикой боли. Обернувшись, я успеваю заметить, как наш дом вспыхивает, как спичка. Из открытого окна доносится истошный вопль матери. Я кричу и просыпаюсь. Я рывком сел на кровати, часто дыша, и вытер рукавом с лица то ли пот, то ли слезы, то ли все вместе. Опять. Опять этот кошмар. Снова. Вот что это за хрень? Я никак не мог понять, почему воспоминания предыдущего носителя тела достают теперь меня. За что мне это все? Причем во сне я воспринимаю себя именно Алланом Фростом, а не Александром Ветровым. Как должен был бы. Я устало встал с кровати, прошел в ванную и включил холодную воду. Ледяная вода обожгла мое лицо и прогнала остатки сна. Взглянул в зеркало, откуда на меня посмотрел бледный молодой человек с узким, вытянутым лицом и карими глазами. Два года прошло, а я до сих пор не привык к своему новому облику. Слишком резкий контраст. Из высокого, атлетически сложенного голубоглазого блондина худощавого сложения среднего роста шатена. Отражение угрюмо смотрело на меня, как будто обвиняя меня в своих бедах. Нет, приятель, извини, это точно не ко мне. И я сам тут пострадавшая сторона. Меня никто не спрашивал, прежде чем перемещать в это тело. Просто в один прекрасный день я заснул в том мире, а проснулся в этом. Вот и все. Я выключил воду и пошел в комнату. Раз не спится, буду собираться тогда. Сборы были недолгими. За два года моего нахождения в этом мире много вещей я накопить не успел. Да и не было у меня никогда столько денег, чтобы особо шиковать. Покупал только самое необходимое всегда. У предыдущего владельца тела вещей тоже почти не было. Все его имущество сгорело в ту ночь, а его самого отправили под опеку дяди брата-матери, который был вовсе не рад новому рту. У него и так на шее четверо висело. А тут еще и я добавился. Если бы не оставшийся после смерти родителей земельный участок и неплохой счет в банке, то, скорее всего, он и вовсе Алана в приют бы отправил. А так ему пришлось терпеть его в своем доме. Понятно, что имущество и деньги по наследству перешли Алану. Вот только до его совершеннолетия, то есть до 21 года, имуществом будет распоряжаться опекун. Хорошо хоть продать землю он не имеет права и основные средства со вклада не может снять, только процентами с них и может распоряжаться. Так что он без малейших возражений и даже с некоторым облегчением принял новость о моем отъезде на практику. И лишний род уезжает, и есть немаленькая вероятность того, что я могу сгинуть там с концами, в результате чего все мое наследство ему достанется. В общем, сплошные плюсы для него, да и к дьяволу его. Ну вот, вроде и все. Два саквояжа собраны, револьвер с винчестером подготовлены. Я внимательно осмотрелся в комнате на предмет того, не забыл ли я что-то важное. В небольшой комнате царил идеальный порядок. Все оставшиеся немногочисленные вещи были аккуратно убраны в мой единственный шкаф. Можно было бы, конечно, винчестер и не брать. Наверняка бы мне на месте служебный выдали, но я предпочитал пользоваться своим, надежным и проверенным. Так, чуть не забыл, кстати. Я подошел к стене и вытащил из тайника коробку с серебряными патронами для кольта, приберегаемые мной для особого случая. Мало ли, как там дело повернется, пусть будут. Это такая вещь, которая никогда лишней не будет, особенно в тех местах, куда еду. К отъезду вроде все готово, осталось сделать еще одно дело. Я сложил вещи на кровати, нацепил кобуру скольтом на пояс и вышел на улицу. Мастер Рэй, как обычно, был в своей мастерской. Я прошел мимо верзилы Сэма, который, как всегда, развалился на своем любимом стуле, ухода в мастерскую, слегка кивнув ему. Мастер у себя? Да, Аллан, проходи. Он как раз вчера вспоминал про тебя. Что-то давненько ты к нам не заглядывал, оскалился в своей жуткой ухмылке здоровяк, которую он искренне считал улыбкой. На неподготовленных людей он производил, конечно, жуткое впечатление своим обезображенным шрамами лицом. Хотя на самом деле был добрейшей души человеком. Я когда-то пытался узнать, откуда у него эти шрамы на лице, и почему он их не сведет у целителя. Но он лишь отшучивался в ответ. Единственное, что удалось узнать, что шрамы у него появились после одного из путешествий с мастером Рэем, в которое они отправились в поисках редких ингредиентов и материалов для мастерской. Так экзамены же некогда было, пожал я плечами. Вот как освободился, так сразу и зашел. Как мастер на здоровье не жалуется. Смеешься, что ли? Чтобы мастер Рэй и не жаловался? Да быть такого не может. Ты же его знаешь. Это скорее показатель того, что у него все нормально. Когда его действительно что-то беспокоит, он молчит, как рыба. Гулко расхохотался Сэм. Я лишь улыбнулся в ответ и пошел наверх. Мастер, как обычно, творил. Расстелив на Кульмане огромный белый лист, он аккуратно что-то чертил. Я замер. В такие моменты его лучше не отвлекать. Лучший артефактор города, а может даже страны, обладал добрым, но очень вспыльчивым характером. Аллан познакомился с ним, когда ему было лет десять. Мальчишки уговорили его залезть к тому в сад за яблоками. Аллан никогда до этого не воровал, и потом его так замучила совесть, что он не придумал ничего лучше, как прийти на следующий день к мастеру, признаться в своем воровстве и попросить прощения. Про мальчишек он, естественно, ничего не рассказал. Уж кем-кем, а стукачем он не был. Рассказав, Аллан даже весь сжался в ожидании наказания. Тот же дядя за любую оплошность его нещадно порол. Но мастер лишь рассмеялся и разрешил ему впредь брать в саду все, что он захочет. А вот других мальчишек, которые на следующий день без спроса опять залезли к нему в сад, уже встречали летающие розги. Мастер разогнулся, отложил в сторону линейку и повернулся в мою сторону. — Ну что ты там застыл столбом, Аллан? Проходи уже. — Простите, мастер, не хотел вас отвлекать. Я улыбнулся и подошел ближе, протягивая ему руку, но он откинул ее в сторону и слегка приобнял меня, похлопав по спине. Потом отстранился и оглядел меня. — Хорош, подрос, окреп. Взгляд уже не мальчика, но мужчины. — Давненько ты не заходил к нам, совсем забыл старика. — Так экзамены же! — развел я руками. Времени свободного вообще не было. Вы же знаете, как для меня важны хорошие оценки. Мне пробиваться самому придется. Родственников, способных хорошо трудоустроить, у меня нет, в отличие от большинства студентов. Приходится крутиться. — Да знаю я, знаю! — раздраженно отмахнулся мастер. — Но и ты знаешь, что я всегда готов тебе помочь. За эти годы ты мне как родной стал. Ближе тебя и Сэма у меня и нет никого. Я лишь смущенно пожал плечами в ответ. Неожиданное признание. Что-то совсем расчувствовался старик. — Ну, сейчас-то ты все, свободен. Готов продолжить осваивать рунную науку. Кивнул мастер на стоявшую в углу комнаты ученическую доску, на которой он рисовал мне новые руны и заставлял их многократно перерисовывать до удовлетворительного в его понимании результата. — Не совсем мастер. Я замялся, справедливо полагая, что он будет не в восторге от этой новости, но все же рассказал ему о своей предстоящей практике. — Даже не знаю, как к этому отнестись. — Задумчиво пробормотал он. — То ли ругать тебя, то ли хвалить. С одной стороны, ты вроде как лезешь в самое пекло. Не самый разумный, скажем так, поступок с твоей стороны. Я бы даже сказал идиотский, если бы ты ехал туда один. Но про Фрэнка Ханта я наслышан, сильный маг, с большим опытом. Практика под его началом будет весьма полезна для тебя. Риски, конечно, большие, только без них в нашем деле в любом случае никуда. Так что дерзай, мой юный друг, набирайся опыта, но только осторожно, прошу тебя, очень осторожно. Помни, что жизнь у тебя только одна, и достаточно будет одной твоей ошибки, чтобы прервать ее. Я постараюсь, мастер. Выдохнул я. — Да уж будь любезен, постарайся, — проворчал он. — Чтобы увеличить твои шансы выжить, есть тут у меня для тебя одна вещь. Как раз только закончил, торопился. Как чувствовал, что скоро понадобится. Вот только куда я ее положил, проклятый склероз? Мастер подошел к огромному во всю стену шкафу и стал выдвигать ящики. — Это не то. Это тоже не то. Да где ж оно? Он озадаченно замер, осматривая мастерскую, всю забитую разным хламом. Я всегда удивлялся, как у него вообще получается тут хоть что-то найти. Вспомнил. Неожиданно хлопнул он себя по лбу. Я же специально, поближе к выходу, на видное место его положил, чтобы не потерять и не забыть. Он прошаркал ко входу и стал рыться в стоявшей рядом с ним тумбочке. — Вот он, родимый. Бережно вытащил он оттуда что-то, замотанное в тряпку, и протянул мне. — Держи. Молодей. Я аккуратно взял сверток и размотал его. Кинжал классического вида, типа квилон. Узкое лезвие, сантиметра три в ширину и тридцать в длину, все изукрашенное рунами. Удобная рукоять, обтянутая кожей, и с какой-то печатью на торце. Черные лезвия явно не из стали, но что за материал, я, к своему стыду, так и не сумел понять. Я стал рассматривать руны, но так ни одной и не узнал, что, впрочем, неудивительно. Я рунами меньше года занимаюсь и пока только самые простые знаю. Ну-ка, а если так? Я слегка подал в кинжал магическую энергию. Как будто голубые ручейки побежали по рукояти, перетекая на лезвие, активируя руны одна за другой. Пока весь кинжал не полыхнул фиолетовым огнем. — Красота! — завороженно выдохнул я. — Тот не в красоте, дело! — снисходительно улыбнулся мастер. — Ну-ка, давай активируй свой магический щит. Я привычно сосредоточился, концентрируясь, и мой улучшенный магический щит окружил меня невидимым барьером. — Вроде все как обычно. — А нет! — я присмотрелся. Явно щит плотнее стал и крепче. — Это уже, пожалуй, даже не третий, а четвертый ранг. — заметил. Мастер довольно улыбался. Плюс один к рангу магического щита, но это еще не все. — На материал обратил внимание? — Да, но пока не понял, что это. Я озадаченно еще раз осмотрел лезвие. — Ни металл, ни кость, ни камень. У меня и вариантов-то больше нету. — Вот же, бестолочь! — Я же тебе его показывал. — Вспоминай! — недовольно проворчал мастер. — Так, стал я лихорадочно вспоминать. Раз мастер говорит, что показывал, то, скорее всего, это магический материал. Что у нас там есть из твердых материалов черного цвета? Либо камни, либо кости. Остальное отбрасываем. Я в упор не помню, чтобы хоть какие-то камни использовались для создания кинжалов, несмотря на то, что среди них попадались довольно крепкие экземпляры. — Значит, кость. — Стоп! — Черная кость. — Что-то очень знакомое. — Неужели кость демона? Точнее, высшего демона? — Я в сомнениях еще раз глянул на кинжал. — Кость высшего демона? — Неуверенно озвучил я свою догадку. — Неуверенно, потому что до конца так и не мог поверить, что мастер использовал столь дорогой материал на подарок для меня. Если мне память не изменяет, то один ее грамм стоил около пятидесяти долларов, а тут ее грамм триста будет. — За такие деньги у нас можно дом купить, пусть и небольшой, и не в центре. — А на! — Довольно кивнул мастер. — Ух! И намочился я с ней в процессе изготовления. Но результат того стоил. Про повышение ранга магического щита я уже говорил. — Ну и еще пара сюрпризов есть. Куда ж без них? — Это будет тебе моим заданием на время практики. Выяснить, какими еще возможностями обладает кинжал. Хитро подмигнул он мне. — Против низшей нечисти безотказный вариант. Да и выше не сладко придется, уверяю тебя. — Ну, мастер, это же слишком дорогой подарок. Я не могу его принять. Неубедительно попытался отказаться от него я, но мои руки уже намертво вцепились в кинжал. — Бери, бери. Я вообще-то хотел его тебе после выпуска подарить, но пусть будет так. Чувствую, он тебе скоро пригодится. — Хотя хотелось бы, чтобы до этого все же не дошло. Помрачнел он. — Спасибо. Я благодарно приобнял мастера. — Потом поблагодаришь. Когда живым вернешься? Делано недовольно проворчал мастер. — Все, иди уже. Мне работать надо. Кивнул он на чертеж. Я благодарно пожал ему руку и вышел. Пора было идти за вещами и двигаться на вокзал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...